Ну вот мы добрались до склада, поёт Розенбаум, девчонки работают, мы разгружаем вещи. Да, это на разборку. Вот там опять сестка. Девушки, у меня вопрос к вам. На самом деле нас много спрашивают по бэушным вещам, спрашивают, берут ли бэушные вещи. Конечно, берут в хорошем состоянии, чистые, без пятен, потому что там негде их не стирать, не ухаживать. То есть в хорошем состоянии, чистые, без дырок, без пятен, всё абсолютно принимается. И ещё один момент, почему важно то, что я от вас просила, подписывайте список, составлять что там и желательные разборы. Да, потому что посмотрите. Очень много, вот это всё надо разобрать, и тем не менее мы всё пересортировываем, потому что много сюрпризов бывает. Например? Ну вот, например, коробку открываешь, а там пол коробки в пятнах, в дырках, ну мы не можем так сказать. Ну мы как бы не знали куда деть, да, и положим туда. Ну да, здесь вот, здесь это всё. Просто там нужно понимать, что людям негде там стирать одежду, приводить её в порядок, что-то с ней, зашивать её. Ну нет, нет такой возможности. Ну зашивать может и есть, не стирать уж точно. Но при этом это такие же люди, как и мы, просто они попали в сложные ситуации. Это не значит, что они должны носить что-то дырявое, что-то, что попало. Да, то есть это должны быть вполне нормальные, приличные вещи. Что бы вы сами себе передали, если бы вы попали в сложную ситуацию? Вот давайте так. Ну да. Ножик выра отправлять, маркер. Так, ножик скотч. Открываем мешки и сортируем. Так. Любой. Открывайте. По сортировке, и я сразу же приступлю. Давайте ножик, скотч, маркер. Так. Вот это то, что нужно пересортировать вот сюда, да? Или как? Или куда? Это просто Екатеринбург привёз. Это Москва привезла. Ну и по самоходам. Вот это уже отсортированное и сложенное. Понятно. Так. Значит, я открываю баул и начинаю куда складывать? В коробки какие-то или что? Или где? Смотрите, что там. Вот, допустим, я достала пальто. Так. Значит, ищи, где у нас женские верхние. Сюда. Интереснее. И кладём туда. Понятно. Но сначала проверяем, конечно. Какое качество. Карманы. Да, и карманы. Если качество плохое, но грязное там, но в принципе, вещи хорошие ещё. То кладём вот туда. Да. Это пойдёт, ну, не мусор, не выбрасывайте. Понятно. Есть вещи, которые совсем уже плохие. Они идут на ветошь. Ясно. Ну да, это тоже всё. Поняла. Но я буду первое время спрашивать, ладно? Консультироваться. Можно? Конечно. А перчатки у вас не найдут? Вот там можно лишь взять, да? Нет. А, вот, вижу. Всё. Будем помогать девчонкам перебирать вещи. Где? Он заплутал, не знаю, где. А я знаю, где заплутала. И теперь, друзья мои, вы тоже знаете. Где заплутала? Так. Ну, это вот детский конверт, я так понимаю. Внешне очень-очень дождь. Не постираю просто перед отправкой вязали. Так. Скрутить, всё даже положить, скончить замотать, написать детский тёплый конверт. Детский тёплый конверт. Поняла. Всё так делаем. Ну, попал. Ну да. Детский конверт. Ой, на самом деле, классный конверт. Я помню, когда у меня были дети маленькие, я ушла конверты сами. Сама. И пользовалась им, и в большом удовольствии. Я хочу показать, что тут все поезды есть, когда у меня в полной переборке. Это могут очень-очень пригодиться. Тем более, что наступает уже, понимаете, зима. Вот это тоже? Да. Да, да, да. На самом деле, друзья, вы просто можете сюда приехать, помогите. Я уже взялся для того. И вот это, наверное, вот так. Я, родной, и я, как эмбирон, сегодня вольный. Пусть шутят копыта дров, и я вам оставлю. А вот какая-то пара. Да нет, висит огня, ему же больно. Ну, давай веков-то не спросим, да? Тут все равно их не пошли. Ай. Какая-то веков. Какая-то веков напротив. Все, я буду пробоваться. Подходит. Проверяем карманы. Детские карманы. Так, ну я думала, что такое пятнышко, это... Не пятнышко, это такое детское. Нормальное, да? Детские карманы. Детские карманы. Детские карманы. Нет, не пойдет? Здесь можно. Понятно. Тогда это мы откладываем. Детские карманы. Детские карманы. Детские карманы. Наташа, там... Серая есть в пакет? Или вы все выпили? Детские карманы. Ну, сейчас, пока вы герпает. Сейчас, пока вы герпаетесь. Детские карманы. Детские карманы. Детские карманы. Может быть, это не новогоднее. Даже я не знаю какой-то, но... Так, что это? В отдельный праздничный или все-таки в 3.8 положили? Я даже не знаю, что ли. Не знаю. А пока поезжите, угородки. Что-нибудь такое уже попадется. Вдруг будет что-нибудь еще отсортируем в новую коробку. Мне казалось, что мы сейчас быстренько тут в это... В 5 рук разберем вот эту гору. А тут приехало еще. Три палета пока, но ожидается... Но ожидается еще много всего сегодня. Ну, как-то так. В общем, я уже тут всему научилась. Берешь, достаешь, смотришь, раскладываешь. У девчонки в перчатках работают. А у меня в перчатках сложно. Да. Так, теплая женская. Все вместе. Тема, теплая женская. что меня тронуло знаете что такое это ролики детские маленькие ролики для маленького ребеночка и вот вот надо так чтобы они там были в тему понимаете должно быть так чтобы они бы там были в тему собираем пазл и так и так где чего приступает в общем это выбор предложили очень много чего разности отлично кедровый кофе а вот кружечка там вот это екатеринбург это вот тоже откуда-то прислали чай это нам девочки оставили которые приезжали к подержались чаем или на целый вот этот пакет задача склада распределительного заключается в том чтобы принять всю гуманитарную помощь которую вы сюда присылаете распаковать пакеты и расписывать все ваши посылки по другим посылкам по другим пакетам и ящикам где отдельно лежит женская одежда где отдельно лежит детская одежда и причем при этом нужно соблюдать обязательно в этой сортировке качество вот этих всех вещей которые вы присылаете поэтому какие-то откидывать какие-то порванные грязные пробирать карманы то есть работа здесь подтверждаем да ну чё ян чё думаешь такие вопросы мне задаешь вот так вот сходу я только что перед перекидал между прочим вместе с тобой хрен знает сколько килограмм из одного угла в другой чтобы освободить пространство я ничего не думаю я думаю что надо делать вот мы сейчас сделали это дальше мы будем делать следующее все поэтапно а вот я в свою очередь как раз очень много думаю перекидывая вот это вот все я думаю как как придумать такую систему чтобы это было гораздо удобнее потому что на самом деле девчонки зашитые вот в этом всем вот если вы посмотрите да это вход в место в ту коптерку где мы пьем чай поэтому я сейчас как раз очень думаю про систему как бы так вот им помочь чтобы чтобы было поудобно чтобы было поудобнее но дело тут не в том что с описью коробочки будут или нет дело все в том что нужно придумать систему как быстро здесь все это распаковывать чтобы не за не в завалах сидеть я подумаю мы работаем тут с утра такое чувство что нет на самом деле мы полезного все же сделали сегодня немало так вот разобрали освободили некоторые площади так валянки детские но дело все в том друзья мои только валянкам в обязательном порядке в обязательном порядке не знаю калоши но может быть там где-нибудь еще калоши есть в этой посылке детская обувь нас там очень много я просто хочу сказать вам спасибо я не знаю но мы наверное завтра еще заедем да как мы там останемся или не останемся за ваш девчонки труп потому что то что я сегодня здесь увидела меня потряслось не честно просто потрясло со всем вот этим справиться хрупким девушкам да яна совершенно верно я не могу ну как прошел твой день слушай ну ты мне дали листочка на котором я текст напишу и после этого я буду тебе прямо как звезда рассказывать так нормально а мне не надо как звезда по деловому прошел мой день вот мне больше нечего добавить решаем на ходу вопросы которые встают по мере нашего продвижения в Донецк сегодня работали целый день на складе упорядочили упорядочивали работу можно сказать самого склада помимо того что приняли машину которая прибыла вещей кстати прибывает очень много и что я действительно хочу сказать это тем кто посылает вещи на Донбасс пожалуйста отнеситесь со всей серьезностью к тому о чем я вас неоднократно просила пожалуйста составляйте списки того что вы туда кладете не ленитесь делать это подписывайте что именно вы посылаете и размеры это существенно облегчает и работу тех кто разбирает и убыстряет доставку и также в местах непосредственно при фронтовых куда это все приходит достаточно мобильно можно раздать это людям потому что любое скопление оно всегда очень опасно в этих зонах поэтому чем серьезнее и ответственнее вы подойдете к этому моменту тем оперативнее лучше и безопаснее будет проведена раздача гуманитарной помощи всем спасибо я в свою очередь хочу добавить по вещам некоторые детали которые тоже очень важны очень много времени уходит на проверку карманов вообще очень важно чтобы в карманах ничего не было и вот в этот каждый карман залезть проверить посмотреть что там лежит достать это все занимается вообще уйму времени а когда там всего три человека вот сегодня нас было пятеро это потому что нас еще было двое а когда там три вот эти вот девчонки не девчонки а женщины в возрасте женщины в возрасте да женщины в возрасте то это все очень усложнено а там целая гора огромная все эти вещи так что вот мое пожелание такое проверяйте карманы что то вот что то и вы 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 Продолжение следует...